Здравствуйте, друзья! На связи Влад и в этом видео я вам расскажу все основные фишки для того, чтобы работать с программой Camtasia Studio. Итак, давайте сразу от слов к делу приступаем. Первый момент, который мы сейчас освоим, это как добавлять видео на видеодорожку. Первый момент, значит, мы открываем папку «Где наше видео» и вот таким простым действием добавляем любое количество видео на видеодорожку, которая нам необходима. Итак, вот так мы его добавили. Далее просто закрываем. Далее сразу что мы можем делать? Вот сюда, между видео, мы можем добавлять различного рода переходы. Нажимаем вот эту кнопочку и здесь мы видим кучу видеоэффектов. Здесь вы можете, значит, посмотреть, какие вообще видеоэффекты есть. То есть их огромное количество. Следующий момент, который мы рассмотрим, это длительность вот этого перехода. Нажимаем на Clip Bin. Так, секундочку, нужно же сначала добавить. То есть, допустим, мы выбрали вот этот переход. Просто вот так тянем любой переход, который вам понравился. Дальше переходим в Clip Bin. И вот здесь вот мы видим вот этот переход. Нажимаем правой кнопкой мыши на нем и изменить, нажимаем продолжительность перехода. Здесь вы выбираете то время, которое вам необходимо. Для того, чтобы удалить переход, либо видео, то есть нажимаете на него, дел, да, нажимаете на часть видео, которую необходимо удалить, нажимаете также дел. Допустим, вы хотите в какой-то момент разделить видео и добавить переход. Вы перемещаете вот этот курсор. И здесь вот нажимаете вот эту кнопочку. Split. Или Splite. Я просто английский не очень хорошо знаю. И нажимаем ее. И, как видите, данное видео, которое было длинным, скажем так, разделилось на два более коротких. Для того, чтобы удалять видео, нажимаем Del. Del, просто выделяем кусочки, нажимаем Del. Далее рассмотрим вкладку аудио. Так, секундочку. При нажатии на нее вылезает, значит, вот такая звуковая дорожка. И как мы можем поменять громкость. Сейчас, секундочку. В данный момент громкость вот такая. Для того, чтобы увеличить или уменьшить, мы можем вот так навести сюда курсор. И вверх или вниз, двигая, мы можем увеличивать либо уменьшать звук. Как видите, он сейчас 75%. Сейчас он увеличен, то есть 137%. Я ставлю данный момент, пускай будет 113. Ну, ладно, пусть будет 100%. Далее вы можете его всегда прослушать. Здесь мы рассмотрим еще некоторые вкладочки. Допустим, вы записывали видео, как-то в некоторый момент громко, в некоторый момент тихо. И для того, чтобы выровнять тон, нам понадобится вот эта вот галочка. Здесь у нас идет выравнивание громкости. То есть обратите внимание, как будет меняться вот эта дорожка. Смотрите, галочку убираю. Мы видим, что здесь звук немного прыгает. Добавляем галочку. И видим, что при низкой вариации у нас произошло выравнивание. И звучание будет полностью расположен на обучающий курс. Вот так он звучит получше. Значит, есть высокое изменение громкости. Здесь добавляется... В данном видео есть ссылка. Как видите, добавляется небольшой такой фон. Но мне он не очень нравится. Эту галочку я ставлю достаточно редко. И в данный момент я оставлю все как есть. Далее. Допустим, вы хотите увеличить какую-то часть своего видео в какой-то момент. Допустим, вот в этот момент я хочу сконцентрировать свое внимание на ноутбуке. Далее я нажимаю Play. Идет у нас, значит, увеличение. Далее нажимаю паузу и возвращаю в исходное положение. Теперь перемещаюсь до того момента, когда я поставил данные маркеры. И смотрим, что получилось. Есть ссылка именно на эту страничку, на которую вы всегда в любое время... Как видите, произошло увеличение. И обратный возврат. Для того, чтобы отменить какие-то действия, которые вы сделали ранее, нажимаем вот сюда кнопочку. И как видите, в данный момент масштабирование исчезло. Еще фишка, которая мне очень нравится, это использование вот этих функций. Вот это, значит, менюшка. Мне нравится вот эта фишка. Затемнение. То есть я нажимаю вот ее. И как видите, здесь появилось. То есть мы можем затемнить любую область. То есть, смотрите, допустим, я прилепил к верхней части экрана. И делаю вот так вот. Далее нажимаю play. Как видите, здесь мы можем затемнять. Нажимая на данный эффект, вы можете выбрать, значит, здесь размытие. Можно выбрать в ручном режиме то размытие, которое вам необходимо. Допустим, 100%. Также вы можете выбрать длину размытия. То есть данное размытие будет идти на протяжении всего видео. То есть, смотрите, сейчас я перемещу курсор за пределы этого эффекта. И мы посмотрим, как он появляется. Нажимаем play. Сейчас этого эффекта нет. Сейчас он появится. То есть это необходимо для чего? Для того, чтобы акцентировать внимание на том участке видео, который вам необходимо. Итак, следующий момент, который мы научимся делать. Так, сейчас я пока отменю. Так, секундочку. Итак, идем дальше. Мы можем добавлять любые стрелочки в нужный момент. Допустим, я хочу добавить вот такую стрелочку. Либо кружочек, либо еще что-то. Ну, допустим, рассмотрим на примере стрелки. Вот у нас стрелка. Мы можем ее увеличить, уменьшить. Здесь хватаем за зелененькую, значит, вот этот кружочек зелененький. Можем вот так крутить, как необходимо. Допустим, хотим сделать акцент вот такой. Так, вот этот эффект я просто убираю. Нажимаю Del. И смотрите, что сейчас у нас произойдет. То есть вот идет видео. И сейчас появится стрелка. Допустим, я еще хочу добавить в этот момент, чтобы появлялся какой-то текст. Я вот здесь пишу. Это Влад. Выделяю, выбираю размер. Так, сейчас вот она. Вот эта надпись, так сказать, появилась. Так, нажимаю на нее. Далее, что я хочу? Я хочу изменить текст. Вернее, цвет. Добавляю цвет. Перемещаю, значит, до этого эффекта. То есть назад, до этих эффектов, курсор. Нажимаю Play. И смотрим, что получилось. Появилась стрелочка. Появилась надпись. Вот таким способом вы можете добавлять эффекты. И, в принципе, данных эффектов уже, казалось бы, достаточно. Но еще здесь есть одна главная фишка. Смотрите, допустим, Вот идет видео. Ну, допустим, здесь вот идет видео, да? И в данный момент я хочу Вот, начиная вот с этого момента Все, что будет сзади видео, обрезать. То есть я останавливаю видео. Я обычно смотрю вот на это время. Далее щелкаю на дорожку. Нажимаю Ctrl. И нажимаю плюсик. Вернее, колесик вверх. Это нужно для чего? Для того, чтобы я мог уже двигать вот эти ползунки по секундам. Если вы не нажмете Ctrl и не увеличиваете вот эту дорожку по времени, у вас не будет возможности, скажем так, обрезать видео по кадрам. И, допустим, вот эту часть видео мне не нравится. И, как видите, смотрите, здесь вот двигается по секундам. 8 секунд. 1,05, 0,9, 0,10. Если бы я, скажем, не увеличил данное видео, да? Вернее, данную дорожку, то мне бы пришлось увеличивать. Смотрите, я вот здесь вот двигаю. Очень, скажем так, аккуратно. А иногда, когда вы снимаете видео, не получается так регулировать. Поэтому я рекомендую нажать Ctrl и колесик покрутить вверх и увеличить данную дорожку. Допустим, мы выбрали участок, который нам не нравится, и я его хочу теперь вырезать. Нажимаю просто ножницы. Вот таким образом вырезается данный участок. Далее нажимаю на дорожку и нажимаю Ctrl. и колесик кручу к себе. Так сказать, минус. И дорожка у нас вот эта уменьшилась. Итак, допустим, мне это видео нравится, да? Что у нас получилось? Здравствуйте, друзья! Приятного аппетита, начать бесплатное обучение по созданию сайтов на СМС-форпресс. Хочу представиться, меня зовут Владислав Никитин. Итак, друзья, допустим, наше видео готово. И как его теперь обработать? Далее мы нажимаем вот эту кнопочку. Для YouTube я выбираю, значит, HD-качество. Потом мы нажимаем далее. Сюда мы вводим название. Любое, которое вам необходимо. Только без кавычек и без тире. И нажимаем готово. И далее у нас начинается обработка проекта. По окончании видео появится в той папке, в которую вы задали изначально. И данное видео вы уже сможете закинуть на YouTube. Я сейчас нажму отмену. Я еще данное видео подредактирую. Кстати, вот здесь вот вы выбираете ту папочку, в которой появится данное видео готовое. И это готовое видео вы можете уже смело загружать на YouTube. Надеюсь, данное видео уроков вам понравился. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Увидимся в следующих видео. До новых встреч. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok